ребята здравствуйте сегодня готовим универсальную насадку которая работает как в холодной воде так и в теплой ингредиенты очень простые время будет затрачено минимально на эту насадку собирается любая белая рыба карась лещ карп линь плотва в особенности крупная итак приступаем к приготовлению первым ингредиентом у нас будет мука стоит сказать о муке подойдет любая кукурузная пшеничная какая у ржаная у меня есть пшеничная будем на ее основе готовить мука это основа ложки достаточно вы тут уже регулируйте смотря на сколько людей готовите какая рыбалка по продолжительности будет далее берем вот такой вот хлеб он ароматный но не содержит ни тмина ничего он просто пахнет отлично хлебом и и вот его крошим на такие мелкие мелкие части прямо в нашу муку итак когда хлеб измельчили немного можно смешать его с мукой добавляем еще один важный ингредиент который есть у всех это соль моем случае это морская соль можно добавлять поваренную соль важна рыбе как часть полезных минералов крупная рыба ее очень любит даже есть ловля карпа когда кидают куски соли на дно он подходит и также соль как и для людей концентрат то есть усиливает вкус рыбы рыба ест и хочет еще больше есть так добавляем соль тоже можно немного перемешать следующий ингредиент довольно необычный я уже делал на его основе насадки это кисель вот такой вот этот на вкус такой кисло-сладкий больше сладкий яркого аромата нет у него так что по холодной воде вы не вспомните рыбу и его добавляем где-то вот не полная ложка нашу насадку он ее свяжет если добавить больше цвет придаст ну и вкус они есть вкус пути фрути клубничный сливовой по карасю хорошо работают мы такой добавим тоже перемешиваем все далее добавляем воду воду добавляем как и в любой замес аккуратно начинаем все вымешивать руками до такой однородной массы это еще не все еще будет один ингредиент в конце так что не отключайтесь домесили насадку по ходу вы чуть-чуть там добавляйте муки чтобы она не прилипала к рукам это означает что консистенция та которую мы искали та которая нужна добавляем сюда заключающий ингредиент это подсолнечное масло можно брать пахучее по холодной воде можно брать обычной добавляю его чтобы насадка дольше не портилась плюс ароматика которая нравится рыбы опять же все вымешиваем хорошенечко если переборщили с маслом мука поможет добавляйте чуть-чуть муки насадка полностью готова обладает выраженным ароматом хлеба семочек подсолнуха это масло дает и не сильно выраженный такой экзотический аромат это заслуга киселя сейчас покажем как она ведет себя в воде вот катается в такие вот шарики насадочные то как надевает на крючок и обычному так и его дева просто шарики тут поплотнее и сейчас посмотрим как ведет она себя в воде насадка в воде видите чуть-чуть такой шлейф мути издает отлично держится не размокает не отваливается нужно дергать то есть можно пробовать ловить на дальние дистанции с ним если видео было полезным подпишитесь на мой канал поставьте лайк пишите свое мнение в комментариях делитесь опытом всегда рад пообщаться я буду снимать что-то новое и интересно до свидания